Проявили инициативу и поставили красивую точку в реализации одного из пунктов проекта «Инициативное бюджетирование». Активисты КТО 137 микрорайона провели субботник в сквере Сиренево, который расположен между 7 и 11 домами одноименного проезда. Энтузиастам понадобилось несколько часов, чтобы уже благоустроенное пространство заиграло новыми красками, в чем убедилась наша съемочная группа. Ученые подсчитали, для того, чтобы целый город исчез с поверхности земли, нужно всего ничего, 150 лет не убирать траву. Недавнее состояние сквера Сиреневой могло бы послужить иллюстрацией этой гипотезы. На заранее расклеенные активистами КТОСа объявления от субботники откликнулись активисты КТОСа и двое жителей. Это, к слову, о гражданской активности и несгибаемой воле дам золотого возраста, составляющих кадровую основу нашего самоуправления. Вообще, судьба этого общественного пространства многострадальна. От возведения очередного магазина площадку отстоял нынешний городоначальник, а тогда депутат горсобрания по этому округу Сергей Бердников. Для справки, в этом уголке города больше нет пространств, пригодных для тихого семейного отдыха под сенью деревьев. Разовые сезонные акции по благоустройству проводились, но без видимых результатов. Сквер зарастал бурьяном. Сказывалось то, что в качестве имена сквера площадка между 7 и 11 домами проезда Сиреневой отсутствовала в реестрах и прочих градостроительных документах. Нет бумажки, нет финансирования. А сейчас о хорошем. С мертвой точки дело сдвинулось 3 года назад, когда в полную силу заработал проект «Инициативное бюджетирование», поддержанный губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Специалисты называют этот проект максимально приближенным к чаяниям народа. Благодаря помощи Шиляева Павла Владимировича, он у нас был на встрече, и я задала вопрос, как нам 10 лет сквер не благоустраивается. Помогите, пожалуйста, нам в этом вопросе, потому что здесь должны быть городские службы работать, не просто субботник. И не поверите, на второй день здесь были все службы, сделали обрезку кустарников, сделали частично обрезку деревьев, было скошено, была проведена санитарная уборка. Это был 21-й год. Дальше рассказывает Людмила Петровна, благодаря инициативному бюджетированию все шло по нарастающей. Не по мановению волшебной палочки появилась детская площадка. Грамотно оформить заявку и с другими оргвопросами помог депутат городского собрания Александр Марков. На что не хватило средств, перенесли в планах на следующий год. Игровая зона полностью благоустроена. На дорожке уложен новый асфальт, заменены бордюры. Но вот незадача. Все здравые инициативы буквально тонут в сорной траве, поглотившей в том числе красивую клумбу с петуниями. На ней, кстати, наши объективы и нашли железных леди, которые, среди прочего, убирали заросли очень ядовитой травы, белины. Так что еще и о безопасности детей позаботились. Сегодня никого нет. Две жительницы, все, больше никого нет. Хотелось бы, конечно, чтобы жители были поинициативней, потому что здесь же они с детьми находятся, гуляют, отдыхают. Вот вечером у нас здесь красиво, горят фонари, ну и погода благоприятная такая, но, к сожалению, нет жителей. Справедливости ради заметим. Когда гневная отповедь пассивным жителям была почти готова, к активистам ТОСа присоединились окрестные пацаны и с упоением начали уничтожать сорняки, помогая делать наш общий дом в Магнитогорск еще красивее.